Я пишу. Наш старший брат в 1942 году закончил первый Алматинский медицинский институт. Он был первым выпускником. Ему было тогда всего лишь 23 года. 23? 23. И в 1942 году он был призван на фронт и служил до июня 1944 года. Он был врачом, хирургом, спасал жизни, раненых наших солдатов. И дослужился он до капитана, до капитана гвардей, служил в гвардейской армии. И там пришло черное письмо, да, как в то время называли, черное письмо. Пришло с тем, что он пропал без вести. Но так как родители не верили, мы стали его искать. И я вот, мне было 14 лет, в 1964 году я впервые написала в московский архив генералу, до сих пор он генералу-полковнику Павлову, чтобы он помог найти, где захоронен мой брат. И он мне присылал благодарственное письмо. Сказал, спасибо дочери, что ищешь погибших солдат, но мы тебе обязательно поможем. И в течение 1984 года только пришло, где-то через 20 лет нам пришло, что он захоронен здесь. И сюда приехали зимой старшая сестра Рая и младший брат Жумаш. Чтобы удостоверились, что действительно он здесь захоронен. Встречались с вашими сельскими представителями, мэрами города и утвердили, что именно здесь он захоронен. Но продолжали все-таки искать, где же он. В братской могиле? В братской могиле, сказали. И я уже не помню фамилию представителя сельсовета, сказал, чуть-чуть бы раньше приехали, он был захоронен отдельно. И пришло нам письмо, оказывается, письмо Набокова, его командира, который точно указал, где он был захоронен. И вот по этому письму уже его внук, внук Елдос Бимурзин, стал искать. Как еще раз? Елдос Бимурзин. Бимурзин? Да, Бимурзин. Здесь захоронен наш старший брат Жумабек Нуржавович Бимурзин. Бимурзин, да. Р есть буква. Да, Бимурзин. Вы начали эту акцию, вот сюда приезжать, я меду семьей, пять лет назад. Да, я скажу, 65 лет назад уже точно мы знали, где он был захоронен. Это вот нашел его внук Елдос Бимурзин. И вот в течение пяти лет мы приезжаем, последние пяти лет мы отдаем дань нашим погибшим, воинам. Мы не отделяем ни казахов, ни русских. У войны нет нации. Поэтому мы каждый год приезжаем. В этом году, вот в честь 70-летия, мы привезли его правнуков, чтобы они знали, какая это страшная война. Они первый раз сейчас. Они у нас первый раз. Привезли свои стихи на казахском, на русском языке. И последние, видать, для них это было такое необычное. Сейчас последние три дня они вот задают вопрос, а почему фашисты, кто они? Даже мой друг говорит, а что, говорит, Ажека, они здесь еще живут фашисты на земле. Я говорю, нет, мы их все знали, наши советские солдаты. И в том числе двое прадед. Сегодня вот эта большая делегация, это все одна семья. Это одна большая семья. Приехала сегодня? У нас приехало 23 человека. 23 человека. Еще и операторы взяли с собой. И операторы с собой взяли. И вот такая у вас большая семья. У нас огромная семья, нас более ста человек. Более ста сегодня живущих. С муками, правнуками, с мамами, папами, папами. И фамилия Бимурзина осталась? Да, фамилия Бимурзина. Ну, мальчики, я имею в виду, по крайней мере. Пока замуж девочки. У меня, например. Пока девочки замуж не выходят, тоже Бимурзина. Да, я вот лично сама не поменяла честь своего брата. Я обещала ему в детстве быть тоже врачом, достойным какой. Но в силу семейных обстоятельств это у меня не получилось. Но я зато преподаваю тоже. Учу детей. В университете преподавала. Сейчас я пенсионер. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Бимурзина Раушан-Нуржавна. Раушан-Нуржавна. Нуржавна, да. Замечательно. Спасибо. Я еще немножечко посмотрю вашу семью, пофотографирую. Спасибо вам огромное. И за память, и за то, что вы такую традицию. Мальчишки, как вас зовут? Представьтесь. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? А в этом где-то? Аманжан. Аманжан. Ас-Небудер, Балам. Аманжан. Так, тебя как зовут? Жумабек. Жумабек Бимурзина. Как тебя зовут? Бату. Чудо-юго. Бату Бимурзин. Супер. Тебя как зовут? Жанарес. Еще раз? Жанарес. Жанарес. Он сам скажет. Жанарес. Как? Жанарес. Жанарес Бимурзин. Так, а тебя как зовут? Я скажу. Они когда вырастут, это будет такой, правильно? Алискандер. Я скажу. Алискандер. Алискандер. Алискандер Бимурзин. Молодец. И вот еще это чудо. Как зовут? Бимурзин Нурмухамед. 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 Моргни нам. Молодец. Вы просто большие молодцы. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!